Десногорский традиционный лыжный туристский марафон Вас приветствую на нашем традиционном туристском марафоне Благодарю всех наших гостей, которые приехали к нам сюда, в Десногорскому часу, в этом марафоне Ну и всех мужчин поздравляю с праздником, Днем Защитника Отечества Сегодня у нас объявляю 33-й туристский марафон 100 километров за 24 часа в памяти Екатерины Юрьевны Ширяевны С приветственным словом и поздравлением выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Олег Николаевич Прудников Поздравляю всех мужчин с праздником 23 февраля Днем Защитника Отечества А всех участников марафона поздравляю с нашим юбилейным 33-м марафоном Скоро будет Донстаг Я желаю вам всем удачи, победы Хотя победы в этих соревнованиях не главное Главное это преодоление 100 километров и преодоление себя Трасса в этом году для участников марафона была сложной Переходы преодолевались с трудом Но спортсменов это не огорчало На втором контрольном пункте трассы участников ждал горячий чай и бутерброды Здесь участники поведали нам о своем настроении И поблагодарили организаторов марафона за проделанную хорошую работу Организация у вас всегда на высоте Честно говорю, доброжелательность Нам настолько нравится, что мы уже собрали команду Она у нас сейчас состоит пока из четырех человек То есть трое мужчин и одна дама Которая сегодня поздравила нас 23 февраля И на самом деле свою победу, если она победит, Надежда Куцова Она посвящает нам, мужчинам из города Брянска Очень доволен лыжней, погодой, самочувствием Желаю всем участникам побед Ну, одной победы не бывает, но хотя бы победить себя и всех с праздником На следующий день в зале детской и юношеской спортивной школы состоялось награждение победителей В начале награждения с поздравлением и лирическим подарком выступил неоднократный участник марафона Секацкий Александр Сегодня в Кесногорском празднике традиционного марафона Не за награды и престижи рваного сотня мужиков А с ними женщины и дети, внучата, тещи и зытья Что может быть прекраснее на свете, когда с тобой идут друзья Намазав лыжи на удачу, они ведут себя вперед Под ветром, стужей, никогда не плачут веселый туристический народ Им отоле четыре круга, ну так, приятный пустячок А после, со знакомым подругом, рвануть на пятом Турист чего идет на трассу? Решел ты, не так важно, но он с тобой теперь всегда Ты победил Хандру и Ленин, и вновь поверил чудесам Сто километров пролетел ты, как олень, еще немного улетел в небеса Ну вот и все, окончился забег Теперь расслабиться на грех Авторитет еще немало встал вверх для новых стартов Это лишь вновь В закрытии собрался туристический народ Не каждый ему дал такое счастье И ты вернешься через год и снова с людям скажешь здравствуйте Заместитель главы администрации Сергей Валентинович Тощев Высказал свои поздравления победителям и участникам марафона Закончился очередной этап в жизни нашего мемориального марафона Потому что он посвящен памяти наших лесногорцев Екатерины и Юрия Ширяева Ширяевых марафон закончился То есть на этой дистанции у каждого из вас была возможность Показать себя То есть короче говоря на этом марафоне у каждого была своя дистанция Я хотел бы вас всех поблагодарить за участие Потому что наш туристический марафон Проявил широкие возможности У него широкий спектр возрастной Все победители были награждены дипломами и памятными подарками В этом году на марафоне 47 участников прошли 100 километров А 6 участников прошли более 100 километров Это Станислав Куцов, Александр Сидоренков, Анатолий Лахтин, Евгения Лестратенкова, Андрей Шляпин, Максим Несветаев Абсолютными победителями марафона в этом году стали Олег Купленков, город Смоленск, прошедший трассу за 6 часов 47 минут Надежда Куцова, город Брянск, прошла трассу за 10 часов 39 минут Самым старшим участником марафона в этом году стал Алексей Силантьев, город Десногорск, ему 80 лет А также самым младшим участником оказалась Мария Навнычко, город Десногорск Машеньке всего 10 лет В этом году организация СМОТЭ учредила главный приз победителю за волю в победе в международном лыжном марафоне 100 километров за 24 часа Который вручили Станиславу Куцову, город Брянск, прошедшему 150 километров Особое внимание при награждении уделили человеку, который очень много вложил в создание и развитие спорта в нашем городе Кто был в первых рядах при создании нашего яхт-клуба и почти каждый год принимал и принимает участие в марафоне Хотя и потерял зрение Это Александр Романенко В завершении церемонии награждения участники марафона почтили память минутой молчания Екатерины и Юрия Ширяевых А также лыжников нашего города Добряевой Татьяны и Корниенко Галины, погибших в автокатастрофе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин